Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. В июне 61-го года Московский городской суд рассмотрел дело крупных спекулянтов валюты. Перед судом предстала большая группа преступников. Телекомпания «Вид» представляет. Это был едва ли не самый громкий процесс 60-х. Знаменитое дело валютчиков. Вообще странно сегодня смотрятся эти кадры. Прошло 36 лет. Конечно, сегодня уже нет основных участников этого дела. Их расстреляли в 61-м году. Неуголовные статьи за перепродажу валюты. Ее отменили в прошлом году. Но остались свидетели. Я приглашаю в студию одного из этих свидетелей. Это Юрий Захаров. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, на эту скамеечку. Спасибо. Приветствую всех. Значит, Юрий Владимирович, вот из-за этой зеленой бумажки все и произошло. Да. Она. Я стал фарцевать еще до фестиваля. Да. Потому что я жил в центре Москвы, около Большого театра. Появились иностранцы. Они очень красиво были одеты. В такие яркие, такие модные. Одежды ходили. А мы так все ходили в сером, в таком каком-то убогом. Ну и тут уже были фарцовщики. Я, конечно, их еще не знал, но быстро познакомился. И мы начали покупать эту красивую одежду. Ну, сначала для себя, а потом продавать, потому что за нее хорошо платили. Это было уже еще до фестиваля. Вот. А потом, когда начался фестиваль в 57-м, я как раз отдыхал с мамой и с папой в Риге. И услышал об этом. Меня прямо в дрожь всего бросило. Ну, как же так пропустить такое событие? И я прямо ринулся в этот фестиваль. И я помню, уже фарцовщики вовсю перепродавали эти вещи шикарные. Так что... Ну, а сколько же вам было лет в Торе? Ну, где-то 17. Вы уже выпивали? Уже с 14-ти начал выпивать. Ага. И уже одевались не так серо? Уже не мог советское носить ничего. Да? Да. Но у нас в Москве была такая группа, которые во все фирменно одевались. Только некоторые одевались во все американское. Их называли штатниками. А некоторые одевали любую фирменную, но только не советскую. У нас фарцовщиков вот того времени, 60-х годов, было отвращение ко всему советскому. Понимаете, просто неприятно носить было советскую вещь. Хорошо. 17 лет. 17 лет. Вы любили выпить, пили с 14-ти. Значит, конечно, покушать ресторан, который я называю храм Жратвы, он так называется, да? Ну, все в Метрополь ходили, в Националь, в Арага. Вот такие рестораны, да? Да. Центровые. И уже сидели, выпивали там, в ресторанах, в 17 лет. Были деньги, вы угощали красивых девушек. А что были за девушки? С кем вы общались? Где вы их находили? Ну, я обычно влюблялся в уличных девочек. Влюблялись. И у вас уже было много денег в эту пору, да? Ну, так... Вот сколько вот так в день, вот вы входили, чтобы понять, вот 17-летний парень входит в ресторан с девочкой, сколько это в кармане могло лежать денег? Вот по тем временам. Ну, может быть, где-то 50 рублей. Я так смутно. Фарцовщик обычный, такой, который рысачил по стриту за иностранцами, чтобы скупить валюту или вещи, зарабатывал в среднем 100 рублей в день. А кто были ваши друзья? Ну, знаете, я в основном с фарцовщиками общался. Ну, в то время. Ну, неужто вот так одни фарцовщики? Ну, вроде так. Но там были люди более-менее интеллигентные, которые джаз любили. Я вот к таким больше примыкал. А что вот с пластинками, да, в то время? Где вы доставляете пластинки с джазом, рок-н-роллом? Ну, смотря в каком году. Пластинки, например, иностранцы привозили очень много. И можно было купить или просто они дарили. Или существовал какой-то такой подпольный рынок тоже, пластинок. А еще до фестиваля был рынок такой подпольный пластинок. Это около ГУМ или других пластиночных отделов делали сами. Делали пластинки на ребрах, на пленке. Рентгеновский снимок. Да. Пытались с оригиналов, переписывали, и размножали, и продавали. Оказывается, эти юнцы, променявшие школы на подворотни ГУМа, здесь торгуют товаром собственного производства. Как строты на рентгеновских снимках, запечатлевших на этот раз немудренную анатомию их духовного убожества. Я хочу зачитать один исторический документ. В вестибюле гостиницы нам открывается бытовая сценка. Развалясь на диване, сидит худосочный юноша с тоненькими усиками. Он одет в короткое пальто и узкие брюки без манжет. Зовут Юрий Захаров. 20 лет. Род занятий – профессия свободная. Играет на трубе в левых концертах. Выступает дуэтом труба и барабан. Вполне достаточно для веселья. Репертуар? Ну, репертуар обычный. Рок-н-ролл и буги – вуги. Знаком и с более серьезной музыкой. Иногда заказывает танго или фокстрот, но редко. Последнюю книгу прочитал в возрасте 14 лет. Называлась она, если не ошибается, «Буратино» или «Золотой осел». Уголовный кодекс знает. Обмен икон на иностранную рухлядь. Есть обмен сувенирами, а не спекуляцией. Кое-что из сувениров берет себе, остальное продает. Продажа подарка или сувенира не есть преступление. Имущественное положение тачки не имеет. Юрий Владимирович, это про вас, да? Конечно. Но немножко искажено. В угоду советской действительности. А у вас, правда, были такие тоненькие усики, которые описаны? Да, были тоненькие усики. И вы были очень худенькие? Да, худенькие. Ну что ж, я хочу пригласить в студию автора этого фильетона, который называется «Печальные рыцари с жевательной резинки». Это Илья Шатудовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, ну, вы сами-то как относились? То есть, вот понимаете, что нам хочется понять сегодня? Как это было? То есть, ну, молодые ребята, ну, конечно, хотелось, да, красиво одеваться, курить американские сигареты, там, жвачка, джинсы. Ну, вам никогда не хотелось, например, писать свои фильетоны Паркером? Хорошей ручкой, привезенной вам в подарок, я не знаю, там, из Америки. Нет, вы осуждали их очень сильно, да? Видите, какое дело. Я был редактором «Комсомольской правды» по отделу Филитонов. После войны «Комсомольская правда» сильно изменила свой состав. Ушли старые работники, пришли ребята с фронта, фронтовики, из окопов встать. Тогда факультета в журналистике не было. Был трижды раненый Володя Дудинцев, ставший писателем, потом Боря Стрельников. Мы воевали, проливали кровь. И когда мы видели, что творятся такие безобразия, что люди этот сам, ведь мы это, я скажу, что я к этим людям относился с большой злостью, или я не знаю как. Я считаю, что эти ребята, которые болтались, скупали иностранные эти всякие вещи, они позорили нашу молодежь. Я, так сказать, может быть, я бы сейчас, если бы я писал, может быть, я избежал, зная, что вот Юрий Владимирович стал хорошим человеком, по пользу приносит людям. Я бы, может быть, так не писал бы, но суть остается сутью. Это была не моя позиция, это была позиция газеты, комсомольской правды. Юрий Владимирович, дорогой мой, а ну вот после такого филитона, вот так искренне, пожалуйста, вам не захотелось исправиться? Нет, меня на следующий же день в этой же гостинице опять оперативники взяли с иконами. Опять? Да, в этой же гостинице. Они меня взяли в гостинице Москве, и я пошел опять через ресторан, и ходил по номерам, иконы опять продавал, и опять в этой же гостинице взяли. Нисколько, вы знаете, меня, если так уж честно говорить, меня Христос исправил, да. А так я дважды судим по валюте, и у меня ни одна тюрьма, ни один там лагерь, ни одно КГБ, никакие менты, никто меня не мог исправить, только Христос, только Бог мне мог помочь в этом деле. И я стал законопослушным гражданином. А вообще, значит, в то время вы были таким всеобщим любимцем, как я понимаю, да, так вас очень много знало людей, да, вы были вот героем этих филитонов, была гордыня? Да нет, мне хотелось хорошо на трубе играть, откровенно говоря, больше, чем быть фарцовщиком, но у меня как-то фарцовка все отнимала время. Даже пытался играть джаз, но дальше этих попыток не пошло. Учился вот в Гнесинском, но вот господин Шатуновский написал бы мне статью. Меня исключили из Гнесинского института, то есть из училищ. После статьи? Да. Немножко было больно, конечно, когда меня вызвал директор и сказал, что вот ты позоришь честь советского человека и так далее, и мол, ты не должен здесь учиться. Ну и все, а потом я стал уже профессиональным фарцовщиком. Мне уже как-то стало моей профессией. Сейчас есть дома труба? Труба есть, но я не играю, я уже сорвал аппарат, я слишком много в лагере занимался, и у меня губы уже перестали играть, это профессиональный невроз. Скажите, значит, после вот фарцовка, фарцовка, и дальше валюта, да, потом валюта. Да. И когда произошло это в первый раз, расскажите, пожалуйста. Ну, сейчас этого человека нет в живых, был такой у нас тоже довольно крупный фарцовщик, Гриша, по кличке Жит, вот, и он говорит, ну что, вот сейчас валюта, гораздо лучше, чем тряпками спекулировать. И он очень хороший друг был, Синий Павлова, и мы вдвоем начали на Гришу, ну, как бы работать, да, мы начали покупать валюту, и ему это дело. Это было гораздо позже, вам уже было не 17. Это 58-й год был. Сразу после фестиваля? Да. И дело пошло? Да, и оно очень быстро пошло, и потом уже я с Косым познакомился, и Косому сдавал, и Владику, в общем. Как это называется, бегунок? Нет, ну, это слово, там товарищ чекист придумал, не было у нас бегунков, а просто утюги, там, пойду по утюжу, или рысаки, пойду по рысачу, вот так вот. А те, кто ждал этих рысаков и утюгов, как это звали? Ну, это те, кто купцы. Купцы. Да. Ну, хорошо, тогда, судя по сроку, вы стали каким-то крупным валютным магнатом, так я понимаю? Нет, я был на уровне вот такого утюга, так сказать. Все равно оставались утюгов. Да. Почему? Ну, я не стремился делать деньги в большом количестве, я стремился гулять. Я любил красиво гулять, любил там, что-то, такую жизнь разгульную, но я не любил это копить, концентрировать это дело. Может быть, мозгов не хватало. Но кто-то рядом с вами это делал, конечно, да? Да, конечно. Большинство, наверное. Ну, я знал только троих вот купцов. Это Дим Димыч, Косой и Владик. Дим Димыч был такой крупный валютник, да. А остальные как-то... Бекулов был такой. Значит, и так этот бизнес закончился трагически. Им дали по 15 лет, и 5 крытых из них каждому. А затем, после того, как уже прошло время касации, прокурор якобы, генеральный прокурор Руденко, якобы по просьбе трудящихся, опротестовал этот приговор городского суда и просит применить к ним высшую меру наказания. Которая вышла указом после того, как уже их осудили. Ну, и меня из Бутырки привозят в Лефортову, и затем везут на суд в качестве свидетеля. Я хочу пригласить в студию автора фильма, отрывок, который вы только что видели, Юрия Зерчанинова. Юрий Леонидович, вам, наверное, близка тема форцовщиков. Ну, понимаете, вот когда в конце, значит, все 10 лет назад, скажем, возникла какая-то определенная свобода для прессы, то есть можно было писать или делать фильмы на темы, которые прежде делать было нельзя, я решил сделать фильм, мне захотелось сделать фильм о Рокотве, потому что это было очень скандальное дело. Итак, на этом процессе Иустин Лагун был обвиняемым. Сегодня он мой свидетель. Иустин Иустинович, а вот много вы валюты продавали, перепродавали? Ну, как вам сказать, у меня в нашем приговоре, который больше 30 страниц, мне посвящена полстраничке. И в этом многотомном 30-томном, то есть 13-томном деле, у меня там тоже всего несколько протоколов. Дело вот в чем. Я не был форцовщиком. Валютой как таковой не занимался. Понимаете, были случаи, когда я свои собственные семейные ценности продавал людям, которых мои родственники знали еще со времен НЭПа. Ну, а как я попал в это дело, если вас интересует? Все началось с знакомства с Яном Рокотовым, началось в лагере в 48-м году. Вдруг у нас появляется маленький мальчик в хорошем костюмчике, значит, таким шитым, как вам сказать, на заказ. Ну, я понял, как это, что хорошо одет. Я говорю, что вот будешь девочкам помогать, там женщины были, значит, вот, откидывать от бровки вот этот вот мусор, там, дальше в тачке глину. Ну, вот он раздевается, вешает свой пинжачок, значит, у него такой маленький, кругленький, глаз косит, худенький, небольшого росточка. Он был приблизительно, ну, наверное, метр шестьдесят два, вот такой маленький очень. Повесил пинжачок, ну, и там ковыряемся. Потом уходим перед, нас обратно в зону ведут, он прибегает ко мне, скажите, пожалуйста, у меня вот я пинжачок повесил, у меня его, значит, это самое, как его стащили. Я говорю, ну, что ж ты делаешь, нельзя же вешать сюда пинжачок. Ну, вот, значит, вот этот вот мальчик, ну, я с ним познакомился, москвич, живет на делегатской и так далее, пятьдесят восемь у него, какие-то разговоры я не знал, восемь лет у него. Так, у меня было пять. Ну, вот так мы познакомились. После смерти Сталина была амнистия, я освободился. Рокотов еще остался в тюрьме, там. Он мне передали, как все люди передали, значит, письма своим родным, потому что они еще оставались. Меня, пятьдесят восьмая статья, меня освободили, потому что у меня было пять лет, до пяти лет. Они освободились позже. Начался фестиваль. Он, значит, скупал эти самые тряпки, там, бог знает что. Я говорю, ты знаешь что, что самая выгодная торговля, как сказал, значит, батю этот предок Рокфеллер, это торговля деньгами. Короче говоря, первые доллары перепродал он с моей помощью. Увы, жив еще дух свободного предпринимательства. Это охотники за заграничным тряпьем, фарцовщики. Порой кажется, ну что здесь такого, подумаешь, мальчишки перекупают у иностранцев барахло. Но фарцовщики лишь начинают с заграничных этикеток, окончают опасной черной тропой. Юрий Леонидович, почему вы вдруг или не вдруг стали снимать фильм о валютах? Что, в чем дело? Я хотел сказать, кто такой Рокотов. Я так и не понял. Он не был корейкой никаким. То есть не был миллионером, который зарабатывал огромные деньги и копил их. Непонятно, он не собирался никуда уезжать, не собирался что-то превращать в дело. Он был своего рода посредником. И он был игрок. Его деньги влекли как игра, вот обмен всей этой историей. Ко всему прочему, он был агентом ОБХСС. Он работал на ОБХСС штатно. То есть у него была справка, все как полагается. Все фарцовщики ходили по другой стороне улицы Горького, уже когда к мусомольскому наряду появились дружинники. А Рокотов шел с чемоданчиком по правой стороне улицы Горького. И никто из дружинников к нему не подходил. Его пропускали с уважением и почетом. Простите, об этом вы узнали? А он говорил своим ребятам, фарцовщикам, что я капитан КГБ. Он представлялся им. Что я вообще в полном порядке, все. Юрий Владимирович, это так? Ну, вы знаете, ходили слухи, что он стучит. Но только были слухи. Я ни разу на практике это на себе не ощущал. Потому что он был честнейший коммерсант. И если, допустим, не было у него денег, я ему давал, я знаю, что завтра он мне принесет сумму. Вот. Рокотов был, извините, Рокотов был агентом Петровки. Был такой полковник Исупов. Он у него служил, так сказать, Рокотов. Рокотов, он загарбовал Рокотова. И Рокотов пользовался свободой. Ну, простите, Рокотов был мелкой сошкой. Вот были рысаки, типа Захарова. Были купцы, типа Рокотова. Но он был не один, еще там были. Но ведь Рокотов же все это, все и доллары, и лошадки шотландские, английские, и русские золотые рубли старые. Он же все это перепродавал по настоящим акулам в Средней Азии, в Закавказье. Он же был тоже посредником. Но на процессе ни слова не было о тех, у кого эти миллионы хранились. И то ли они откупились, то ли они были очень крепко сращены с местной властью в Закавказье и в Средней Азии. Короче, процесс тоже был... Рокотов тоже не был окончательной инстанции, но решили на нем закончить. Значит, я считаю, что, перефразируя слова Тараса Бульбы, Гоголя, Рокотова породил Никита Сергеевич Хрущев, он же его и убил. Дело было как. Никита Сергеевич находился в заграничной командировке. И, как всегда, он обличал язву капитализма. И он там, выступая на публичном собрании, было много людей, он стал клеймить капитализм, как он говорил. Он говорил, вот что у вас происходит в Западном Берлине. Тут же спекуляции, клака, валютные эти самые. Американские солдаты торгуют эшелонами там этой продукции и все. Разнес он это пух и прах. Когда закончилось его выступление, один из поставленных немецких деятелей Западного Берлина или ФРГ сказал ему, Никита Сергеевич, а ведь такого черного рынка, как в Москве, ведь еще надо поискать. Никита Сергеевич удивился, какой у нас может быть черный рынок в Москве. Ну, в общем, запали эти ему слова. Он приехал в Москву. Был председатель комитета Александр Николаевич Шелепин, наш старый друг по комсомолу. Он его вызвал, говорит, что у нас происходит. В это время шло следствие по делу Рокотова. Его задержали, и Рокотов сидел какое-то время в тюрьме. Показали этому выставку, доллары, кольца. У меня все записано, сколько там это было. Огромное количество золотых монет и все. И Никита Сергеевич возмутился. Я не знаю, надо было бы как-то перефразировать. В старое время говорили, за Богом молитва, за царем служба никогда не пропадает. Нам надо что-то свое, так сказать, социалистическое, так сказать, не за Богом молитва, а за хороший труд, вложенный на пользу своего общества, своей страны. Никогда общество не забудет тех, кто честно трудится на благо своего общества. Итак, в августе 60-го года начали арестовывать валютщиков. А 1 июля 61-го года, почти через год, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях. Вот он, этот указ, цитирую. Президиум Верховного Совета СССР постановляет допустить применение смертной казни, расстрела за спекуляцию валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах. Этот указ стал неожиданностью для всех. И для подсудимых, и для адвокатов. Так вот, одним из адвокатов на процессе поддела Рокотова был Дмитрий Славович Левинсон. Сегодня у нас в студии. Скажите, ну а был какой-то шанс смягчить приговор? А как же? Ведь там сказано применить. Но если судья с совестью, если судья с совестью, а прокурор с честью и журналисты с честью, то я не обеляю ни Рокотова, ни все, они не вызывают никаких симпатий, может быть, и они совершили преступление, но дело в том, что они должны отвечать за то преступление, которое совершили, а их дважды наказывали, дважды, причем с трагическим концом, за то, чего они не совершали. Простите, я к этому хочу добавить еще, зачитать одно письмо, которое меня просто поразило. Это письмо коллектива врачей города Новосибирска в то время. Коллектив врачей второй больницы, прочитав приговор по делу валютчиков, остался крайне неудовлетворенным, слишком мягкими мерами наказания. Нет тягостнее в наше время преступления, чем казнократство, взяточничество, миллионные спекуляции и так далее, и так далее, и так далее. Именно подобного рода преступления заслуживают высшие меры наказания, расстрела. Мы думаем, что мы не одиноки в своем возмущении и просим опубликовать наше письмо. Масса подписи врачей. И все-таки, как вы думаете, зачем Хрущеву надо было добиваться расстрела нескольких валют? Мне кажется, Хрущев по своей неграмотности хотел быстро все перепрыгнуть, так сказать, через все трудности. Вот надо узнать у Гарста, как сажают кукурузу на 15 или на 20 сантиметров, и мы накормим народ. Вот плохо люди пишут, давайте огурцы писать через «и» теперь, и все будут писать грамотно. И также он хотел, ну зрелищ было достаточно, зачем надо было спектакль устраивать. Он хотел, когда он еще был возбужден вот этой заграничной, своим визжом, он думал, расстреляем двух валютчиков, и весь валютный рынок будет бояться, и мы все это уничтожим. Вот такой человек был. Итак, в 1961 году, если не ошибаюсь, Юрий Захаров и Устьяна Лагуна, Хрущевская, вот теперь, значит, закончилась для них, а вместе с ней, значит, и свобода. Юрий Владимирович, вы отсидели долгий срок. С чем вышли на свободу? С надеждой на что? Ну, вы знаете, я когда вышел на свободу, я, конечно, очень боялся начинать фарцевать. Мне хотелось, но я боялся. Но потом у меня появилась красивая девушка, будущая актриса, и я подумал, где же мне брать деньги, чтобы ее водить в кабаки, чтобы ее красиво, фирменно одевать. Моя фирменная одежда уже поизносилась. Я вышел в центр, и там я увидел десятки, а там на следующий день еще другие, потом сотни фарцовщиков. Они фарцевали уже по ночам, уже изменилась немного ситуация, образовались ночные бары в Метрополе, в Национале, в России. И эти иностранцы ночью шли из бара в бар, из гостиницы в гостиницу. В это время фарцовщики у них покупали. Я подошел, ты что, не боишься вышки-то? Да все нормально там, и пошло. И я тут же в эту ночь заработал там несколько сот рублей, ну, несколько зарплат этого самого инженера. И вот потом мы с этой девушкой уже укатили гулять на эти деньги. И потом я опять пошел фарцевать вплоть до 71-го года, пока меня снова не арестовали. В 71-м году? И что дальше? Ну, дальше арестовали, и вот случилось оно несчастье. Я заболел, и меня не судили. Вот как. Да. Ну, вот у меня тут есть даже справочку, я принес, если хотите, посмотреть. Инвалид детства второй группы, Захаров Юрий Владимирович. Пособие 16 рублей в месяц. Инвалид детства. Так. Вы упомянули о Христе. Да. Что это было? Это случилось со мной в 79-м году, когда уже все средства были испробованы, чтобы меня излечить. Я на протяжении пяти лет, где-то 74-го года, вот как раз я вышел с принуд лечения, мне дали спецпринуд лечения в Смоленской спецбольнице, потому что судить меня не имели права. И я душевно заболел. И я вышел на свободу. И, конечно, у меня оставались деньги. Я начал их пропивать, потом увлекся хиппи, потом вот все свои, какие у меня ценности были, я приобрел за фарцовку. Я начал, ну, увлекшись этой идеей, все это продавать, приглашать к хиппорей. Мы там ночами слушали рок-музыку, мы курили эту травку, там кололись, у нас сплошной кайф был. Ну и на протяжении этих пяти лет меня 20 с лишним раз определяли в Ганнушке. Но уже вся больница меня знала, знала. Два месяца побуду на воле, самое большое, опять туда, опять туда. Уже остановить было невозможно. Эта болезнь называлась полинаркоманией. Один день алкоголь, следующий день наркотики. И вот так вот ежедневно, беспробудно. И, конечно, мое состояние все ухудшалось и ухудшалось. И за меня начали молиться верующие из Московской Баптистской Церкви. Они просто за меня молились, чтобы Господь меня исцелил. Они меня приглашали в церковь, но я не верил, мне было смешно. Ну что я там в этой церкви потерял? Ну что я в этой Баптистской Церкви буду делать? Тут митрополь, тут националь, тут такие дела, тут хипня такая, тут можно покурить, потанцевать. Вот. И вдруг я так заболел, что вообще у меня анестетическая депрессия, и речь отнимается. И я подумал, может быть, меня Христос исцелит. И вот, знаете, я начал ходить искать Иисуса Христа по разным церквам. Подходил и к старобрядцам, выходил к православным священникам, ходил в католические крамы. Я думал, ну может быть, вот Христос, он исцелит меня, потому что я прочитал в Библии, как Христос исцелял. И я подумал, что если я его встречу где-нибудь, я не знал, в какой церкви, но он мне обязательно даст исцеление от алкоголизма, от наркомании. И вот я пошел в Баптистскую Церковь на праздник Рождества Христова. И после посещения церкви у меня сразу исчезла тяга к алкоголю, к наркотику. Оно исчезло так, как будто ее никогда не было. Как будто я родился таким. Я сначала не мог понять, что произошло. Я посетил еще раз Баптистскую Церковь, послушал проповедь. Потом я наконец понял, что это Бог. Потому что такого чуда никто не мог совершить. Это случилось молниеносно. И я стал христианином. Я уверовал в Бога, я принял крещение, я женился на христианке. У меня ребенок сейчас 11,5 лет, играет на фортепьяно, учится и английскому, и на скрипке учится играть. В общем, нормальный здоровый ребенок. Я был инвалидом второй группы. Врачи говорили, никакого не может быть исцеления у тебя, никакой семьи. Все это хроническое. Бог совершил чудеса. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тоже. 19 лет назад случилось. Спасибо. Сейчас кем работаете? Вы знаете, я сейчас регент церковного хора. Так? Ну, я же немножко музыку знал все-таки, имел диплом дирижера, хоровика. И вот теперь я применяю свои способности в церкви, дирижирую хором. Я теперь христианин, уже как завтра будет 19 лет. Ну, что ж, апостол Павел, величайший из апостолов, до того, как стать апостолом, был самым яростным гонителем христиан. Он собственноручно избивал, бичевал и убивал христиан. Но по дороге в Дамаск к нему явился сам Христос, который спросил его, зачем ты гонишь меня? Он ослеп. Три дня он был слепой. Потом было просветление, и он стал величайшим из апостолов. Но что делать тем, кого непосредственно не посещает Господь, как апостола Павел или как Юрий Владимирович? Это очень трудно. Жить в этой жизни, полной соблазнов и искушения, и не имея встречи с Христом, оставаться человеком, подобным ему во всем. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Огромное спасибо, всех вам благ, всего вам доброго, и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok